Гонение украинских властей на УПЦ укрепили ее общины, считают в РПЦ. Религия и мировоззрение гонения украинских властей на УПЦ укрепили ее общины, считают в РПЦ. 14.49 РИА Новости, Александр Натрускин, заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ Протеарей Николай Балашов. РИА Новости, Александр Натрускин, заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ Протеарей Николай Балашов. Архивное фото Москва, 24.5 РИА Новости. Православные верующие России восхищаются стойкостью прихожан Украинской Православной Церкви, а притеснения, которым та подвергается на протяжении пяти лет, только способствовали ее внутренней консолидации, заявил в четверг на пресс-конференции в Москве заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Протеарей Николай Балашов. Общины канонической Украинской Церкви внутренне консолидируются, во многих местах составляются списки прихожан, которых не было это поможет успешнее защищать права общины в возможных судебных заседаниях, связанных с попытками отнять храмы. «Церковь, оказавшись в ситуации, когда она не может опираться на поддержку своего государства, начинает укреплять общинную жизнь. Это то, что мы наблюдаем на протяжении последних пяти лет», — сказал священник. «13-14 беззакония стала государственной политикой Порошенко», — заявили в УПЦ. Он добавил, что в России на верующих УПЦ смотрит как на исповедников, восхищаясь их стойкостью и любуюсь тем, как они хранят единство своей Церкви. «Нам нужно протянуть им руку, думать, как помочь им в информационном и административном противостоянии с государством, и для нас крайне дорого, что и другие конфессии и религиозные точения тоже думают об этом вместе с нами», — добавил Балашов. Ранее Верховная Рада Украины приняла резонансный закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую церковь ее храмов. Также парламентом был принят скандальный закон на переименовании Украинской православной церкви. В соответствии с документом, УПЦ будет 4 месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующее изменение в устав. В УПЦ заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд в связи с принятием документа. 12.37 на Украине священники УПЦ подвергаются травле, заявил правозащитник. Новая церковь была образована на Объединительном соборе в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой автокефальной церкви стал митрополит Епифания Думенко. Каноническая украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение собрания в Киеве ништожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей. Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дело церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которую в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украина приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. 21 января, 15-27 священник объяснил, почему приходы УПЦ не могут перейти в новую церковь. В последнее время сообщение о том, что начался силовой захват храмов канонической УПЦ, стали поступать из разных частей страны. Так, глава синодального информационно-просветительского центра УПЦ архиепископ Климент сообщил, что священники новой церкви пришли в храм в Черниговской области Украины в сопровождении членов Украинской националистической организации С-14 и от полиции не последовало никакой реакции. Продолжение следует...